Витамин D, допустим, его самое тяжёлое осложнение, это почечная печёночная недостаточность, когда выпадает достаточно большое количество кальция и вплоть до летальных исходов, если, допустим, мама мясо капли дала, миллилитры. Кристина о плохом не думает, продолжает назначать жир и детям, и себе. Только взрослому получше пить не рыбий, а медвежий жир. Конские от радикулита, ворсучие от артроза, бараньи, гусины, сурочие и даже собачьи. Это далеко не полный список жиров, которым приписывают целебные свойства. Если верить аннотациям, унипидотерапии уйма показаний. Вот только противопоказаний ещё больше. Человек будет через какое-то время откладывать эти жиры в разных местах, которые сегодня вроде бы включают иммунную систему, включают в защиту организма, но на самом-то деле через какое-то время происходит обратная картина. В первую очередь жировые БАДы опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Повышенный холестерин тоже противопоказания. При употреблении жиров внутрь опасность совершенно серьёзная – это нарушение липидного обмена. С одной стороны мы начнём поправляться раз, а с другой стороны это основное, что эта печень перестанет утилизировать все токсины. Особенно опасно заготавливать волшебную природную мазь самостоятельно, как учат многочисленные видеоуроки из интернета. Сало, купленное у охотников, может стать не лекарством, а настоящим ядом для организма. Недведи-барсуки – это разносчики тяжёлых, подчас летальных заболеваний, которые без должной обработки, без проверки использовать категорически нельзя. К мазям из аптеки претензий меньше, но нужно помнить – это мощнейший аллерген, который может спровоцировать обострение хронических заболеваний. К тому же частое применение вызовет обратный эффект – есть риск пересушить кожу. Вы начинаете интенсивно и часто питать кожу другим жиром. Тогда у вас собственное выделение кожи начнет гаситься. Так что не верьте многообещающим надписям на убаковке. По словам врачей, ещё ни один артрит не был вылечен животным жиром. А модная нынче липидотерапия работает только в комплексе с другим традиционным лечением. Светлана Баштырёва, Роман Зубанов, Александр Кучаев. Настроение.